И название будет Иисус, Пасха наша. Откроем, пожалуйста, 1 Коринфянам 5.7. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть с нам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Слава Господу! Почему у нас нет закваски? У нас нет закваски греха. Да, слава Господу! Коринфянам очень строгое послание, что там грехи, что там много что происходит такого непотребного, о котором Павел знает, о котором Бог знает. И уже Павел в собрании в этом уже во имя Господа нашего Иисуса Христа, «Обще с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измножение плоти, чтобы дух был спасен день Господа нашего Иисуса Христа из-за грехов». А грехи какие там в Коринфянской церкви было? Глава 5, 1 стих. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среди вас сделавший такое дело». И вот 7 стих говорит, «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, закланные за нас». Без Христа заквасились люди разными грехами, смотря друг на друга, набирая смелость, чтобы и больше, и больше грешить. Но так как Иисус уже стал Господином и Спасителем, так уже братья и сестры стали бесквасны, потому что Пасха наша, Христос, закланный за нас, мы просто не можем грешить. «Посему станем праздновать не со старой закваской, ни с грехами, ни с закваской порока и лукауства, но с опресноками чистоты и истины, что начнем по-другому. Сегодня другой день, слава Богу, разобраться всем тем, что было прошлым, если у кого-то был какой-то грех. Сегодня день радостный, сегодня день воскресный, сегодня день, когда Господь очищает через кровь Свою святую. Я писал вам послание, не сообщаться с такими людьми. Даже Павел в то время говорил, и в 13-е с них, «Внешних же судит Бог, и так извергните разращенного из среди вас». Очень строго он говорил, он очень строго обращался к этим людям, которые были в церкви. Он не проучил мира, и мы не собираемся проучить мира. Мы говорим к братьям, к сестрам, что это действительно может быть такое, что в церкви может быть с грехи. Но Господь Иисус зато и отдал Свою жизнь, чтобы, смотря на Него, люди могли освободиться и быть свободными, свободными во Христе Иисусе через кровь Его святую. И откроем Иоанна 18, 39. «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя юдейского». Это говорит царь земной, что он хочет, и что есть такое обычае, на Пасху кого-то отпустить. И, во-первых, так как он не видит никакого греха в Иисусе Христе, в царе юдейском, тогда он предлагает отпускать на Пасху Его. Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Варнаву. Варавой же был разбойник. Вот как бывает в народе. Иисус не нужен, Иисус не нужен грешникам, это тем людям, которые находятся в миру, но и также этим священникам, которые на то время были священники. Им не понравился Иисус, что за Ним ходило столько людей, столько людей были исцелены, столько людей были свободны. И глава 19, Иоанна, 1 стих. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. Когда уже такое закричал народ, потребовал, уже Пилат тогда взял Иисуса и дал команду Его бить. И воины, сплетши венец и стерна, возложили Ему на голову и отдели Его багряницу. И говорили, радуйся, царь юдейский, и били Его полонитом». Это чтобы больше нам было понятно, да, благодать через Иисуса Христа, но чтобы мы поняли, через что Он прошел. И когда у нас какие-то страдания есть, чтобы мы, смотря на Иисуса, могли пройти через эти испытания. И говорили, радуйся, царь юдейский, и били Его полонитом. «Пилат опять вышел и сказал им, вот я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины». Первое. Он поддался просьбам народу. Он повелел, чтобы били Иисуса. Но второе. Он выводит Его и говорит, что он в Нем не видит никакой вины. В Иисус без греха, без вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и погряннице. И сказал им Пилат, «Се человек!» И вот вышел. Как выглядел Иисус в терновом венце? Наверное, вы видели ограждения. Есть такие, которые проволоки, очень колючие, очень больно, если кто-то на них напал. И вот такой терновый венец был на голове Иисуса. И погрянница была, была красная рубашка одета. И сказал им Пилат, «Се человек!» Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали, «Распни, распни Его!» Пилат говорит им, «Возьмите Его вы и распните, ибо Я не нахожу в Нем вины!» Вот народ сначала кричал, чтобы распнули Иисуса Христа. И когда еще вывел Пилат Его на улицу, тогда священники и служители, первосвященники и служители закричали, представляете, служители Божие закричали, «Распни, распни Его!» Пилат говорит им, «Возьмите Его вы и распните, ибо Я не нахожу в Нем вины!» Уже Пилат смывал свои руки и сказал, «Я не вижу, не вижу никакого греха! Вы сами, сами, первосвященники, священники, распните, вы сами!» Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим!» Вот единственная претензия, которая была против Иисуса Христа, это то, что он говорил, что он Сын Божий, который он на самом деле и был. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Царь Пилат, он сильно убоялся, когда услышал, что Иисус Сын Божий, даже Царь убоялся. И опять вошел приторий и сказал Иисус, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять с тебя, и власть имею отпустить с тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебя свыше, посему болея греха на том, кто предал меня тебя». И вот Пилат понимал, что у него власть, ему казалось, что это окончательная власть. А Иисус сказал, «Если это свыше, если это с небес, если это от Бога не дадено, ты не смог бы со мной ничего сделать, но это дадено оттудова, и что даже вот распнете меня, с вами ничего худшего не будет, как с тем, кто предал». Предал. Те люди, которые есть предатели, и предатель был Юда, который предал, предал Иисуса Христа. Тому, Иисус сказал, будут хуже, предателю будет хуже. И не дай Бог, чтобы в нашей жизни мы стали предателями Иисуса Христа, чтобы мы никогда Его не предали и не стеснялись перед людьми и перед народом. 21 стих. Первосвященники же юдейские сказали Пилату, «Не пиши, царь юдейский, но что он говорил, я царь юдейский». Пилат отвечал, что я написал, то написал. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон, хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху». И так сказали друг другу, «Не станем раздирать Его, а бросим о Нем жребий, чей будет, да сбудется реченное описание, разделили ризы Мои между собою, и об одежде Моей бросали жребий». Так поступали воины. Опять по Писанию. Все происходило по Писанию. И нам кажется, мы жизни как-то сами выбираем, что-то творим, что-то делаем. Господь нам дал эту жизнь, и Он властвует над нашей жизнью, когда мы даем Ему согласие и власть, владычество над нашей жизнью. «При Христе Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус увидел Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, «Жена, все сын Твой». Потом говорит Ученику, «Все Матерь Твоя». И с этого времени ученик все взял Его к Себе. Иисус позаботился о Своей земной Матери. Он передал ученику, чтобы он заботился, пока она будет жить на этой земле. И это есть у нас также закон, чтобы заботились о своих родителей, если сами не можем, чтобы кому-то передали, чтобы тот, как этот ученик, заботился о Матери Иисуса Христа. После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Да сбудется Писание, все по Писанию, и вот Он говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и преклонил главу, предал дух, жаждал Иисус, хотел воды попить. Вы сами знаете, как есть, когда человек жаждет, когда он хочет попить, когда хоть капельку, и вместо воды ему дали уксус. Это был последний, в эту последнюю минуту. И Он тогда сказал, совершилось, и преклонил главу, предал дух. Но так как тогда были пятницы, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Там были еще два разбойника, по левой стороне и по правой. И вот эти воины просили, чтобы перебить эти голени, и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил его ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно засвидетельствовал его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание. Кость его, да, не сокрушится. Представляете, все, что написано по Слову Божьему, все сбылось. И кость его не сокрушилась, и воины не перебили. Остальным перебили, а ему голени не перебили. Да совершится Писание. Слава Иисусу! Кость его, да, не сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит. Возрядно того, которого пронзили. После всего Йосиф из Аримафии, ученик Иисуса, но тайный на страха от юдеев, просил Пилата. Тайный из страха от юдеев просил Пилата, чтобы снять с тела Иисуса. А Пилат позволил. Он вошел и снял тело Иисуса. Пришел так же и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литры около ста. И так они взяли тело Иисуса, и обвили его пеленами, с благовониями, как обыкновенно погребают юдеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, которым еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы юдейской, потому что гроб был близко. Вот приходит туда, где произошло это событие с Иисусом Христом, где он умер, приходит Иосиф из аримафии, ученик Иисуса, но тайный из страха от юдеев, все-таки боялся, были эти человеческие чувствования, просил Пилата, чтобы снять с тела Иисуса. Какие милосердные, какие люди, которые чтили Иисуса и заботились даже, когда он умер. И Пилат позволил, он вошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, еще был тайный ученик, что бывают и тайные ученики. И вот пришел Никодим, приходящий прежде к Иисусу ночью. Представляете, приходил, боялся днем, но ночью приходил и принес состав из смирны и алоя литры около ста. Представляете, ста литров, ста литров этой смирны и алоя. Это не один литр, но ста литров. И так они взяли тело Иисуса и обвели его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи на том месте, где он распят был сад. И в саду был гроб. И взяли этот гроб. Никто его никогда не был использован. И никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы юдейской, потому что гроб был близко. Слава Господу! Все происходит по Писании. Мы прочитали, что ничего не происходило с Иисусом того, что было написано. Все произошло потому, как написано в этой книге. И все, что будет впереди, это также происходит по написанному. И наш сценарий, наша жизнь, когда у нас, у нас с Иисусом, Господь эту жизнь, Он берет в свои руки и наша воля, и мы следуем за Ним, и мы благословенны. Нам надо радоваться, что нас не убили в абортах, что нас не уничтожили, что нам дали эту жизнь, чтобы радоваться, чтобы не быть недовольными, гневливыми. Как я волокую эту жизнь? Зачем я здесь живу? Почему мне так трудно? Возрадуйтесь, находите радость жизни. Ведь есть о чем радоваться, есть о чем радоваться. Увидели эту жизнь, пожили в этой жизни. Видим родных, видим друзей, видим сестер, братьев, живем, служим. Бог дает помазание, Бог дает силу, чтобы служить Ему. Бог дает все нам необходимое. Будем рады. Он дал, и потому мы сегодня празднуем такой сегодня праздник великий, что Он живой. Иисус живой. Иисус живой. И мы живем для Него. Он дал нам жизни, чтобы мы жили для Него. Слава Богу. И мы ничего не теряем, кроме греха. Отчего греха жалеть? Когда люди просыпаются после греха, им стыдно. Они не знают, куда девать свои глаза, куда девать свое сердце. Кажется, все это видно. Но Господь, Он дал нам, чтобы мы возрадовались. И что происходило, когда пришел первый день недели? Первый день недели по календарю еврейскому. Это воскресенье. Это понедельник. Это воскресный день. И это глава. Иоанна, 21. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. След за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Хотя мы знаем, что Иисус говорил, что будет происходить с ними. Они забыли, как и бывает в нашей жизни. Мы часто тоже много что забываем. И тут так написано, что они не знали, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. И видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказал сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорят ему, «Господин, если ты винес его, скажи мне, где ты положил его?» И я возьму его. Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит «учитель». Это нормально, когда человек, когда умирает, когда родные, близкие плачут. И вот Мария первая пришла. Как-то в Новом Завете про женщин забывает. Она самая смелая, которая пришла к этому гробу, она плакала. И когда появился этот садовник, как ей показалось, и когда спросил, кого она ищет, она сказала, что ищет Иисуса. Ищем ли мы Иисуса в своей жизни? Дай, Господь, чтобы мы искали Иисуса. Искали. Она плакала, потому что она искала, потому что она потеряла. Ей показалось, что она потеряла Иисуса. Что он уже пропал, что он уже умер. И она плакала, и она искала Иисуса. И бывает в нашей жизни, когда мы теряем Иисуса, когда нам страшно становится, когда он отдаляется от нас, и тогда мы ищем Иисуса. И пусть ничто не отделяет нас от Иисуса Христа, чтобы мы приближались, не отставали, не страшились. Он всегда с нами. Если мы только с Ним, все зависит от нас. Если мы оставим, и Он оставит. Если мы не оставим, Он никогда не оставит. Сказано со своей стороны, что Он всегда верный. И вот, как важно подумать, чтобы Иисус не удалился от нас, чтобы мы Иисуса не потеряли. И откроем Матвея 28 глава. Так же с первого стиха. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть с гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший из небес, приступил, отвалил камень от зверей гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же обратил речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли, они возвестить ученикам Его. И сей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они приступил, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Когда же они шли, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сия, собравшись со старейшинами и сделал совещание, довольно денег дали воинам. И сказали, скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слуг об этом дойдет до правителя, мы убедим Его и от нас, и вас от неприятностей избавим. Они взял деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Как можно потерять Иисуса? Когда деньги, когда деньги манит, когда деньги манит, тогда можно потерять Иисуса Христа. Тогда можно. Представляете, сколько чудес эти воины увидели в то утро. Сколько чудес они увидели. Но деньги им были милее. И в наше время бывает, что деньги милее всего. Кредиты, лизинги, машины, квартиры, дома. Милее. И тратится Иисус. И уходит Иисус. И потом люди ищут. А где же Иисус? Где же Иисус? И вот эти воины, которые там были, какие чудеса они видели? Разве не бывает у сестер и братьев сколько чудес за эти годы мы видели? Ну, не дай Бог потерять Иисуса Христа. Во-первых, эти воины почувствовали великое землетрясение. Потрясло землю. Там, где находился Иисус. Сильное землетрясение произошло. Потому что ангел Господень пришел с небес. Эти воины увидели ангела Божьего, который сошел с небес. Вы представляете, что бы было с нами? Мы бы, наверное, испугались, если сейчас поколебалось это место, землетрясение. И еще ангела бы увидели. И ангела они увидели, эти воины. И эти воины даже пришли в трепет и стали как мертвые. Именно эти воины. Они стали как мертвые и пришел большой трепет землетрясения ангела Божьего. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Кого? Кого? Кого они испугались? Они испугались ангела Божьего. И ангел, эти воины услышали, что ангел заговорил, обратил речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Ангел говорил, что чтобы женщины не боялись, чтобы женщины не боялись, потому что он уже знал, что они ищут Иисуса, что эти женщины ищут Иисуса. А кого эти стражи искали? Они никого не искали, ибо нет здесь. Он воскрес, как сказал, ангел это говорит, ангел говорит, даже я сегодня говорю, но этим женщинам, воинам, стерегущим, ангел говорил, он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, сам ангел об этом говорил, этим женщинам, этим воинам, все, которые там были, и этот ангел говорил, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас Галилея, там его увидите, вот я сказал вам, женщинам дал повеление, женщинам дал задание ангел Господень, говорит, идите, ученики еще ничего не знают, ученики, которые почти каждый день были вместе с Иисусом, они не знают, идите и говорите им, что Иисус воскрес, и вот эти женщины, они поспешно вышли из гроба, со страхом и радостью великую побежали возвести ученикам его, вот какие чудеса, во-первых, землетрясение, потом ангел появляется, потом такой трепет, такой ужас, и потом ангел говорит, его увещевает и говорит, Иисус живой, Иисус живой, и когда эти женщины возвестили ученикам его, все Иисус встретил их и сказал, радуйтесь, но сперва эти женщины благовествовали, говорили, хотя он ученики, но они говорили, они проповедовали им, что Иисус живой, и только после этих слов, Иисус встретился с учениками и сказал, радуйтесь, и они приступили, ухватились за ноги его и поклонились ему, какое чудо произошло, после слов, сказанных женщинами, Иисус появился, и ученики поклонились ему, упали к ногам его, тогда говорит им Иисус, уже сам Иисус говорит, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня, когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам, о всем бывшем, вот эти стражи, они все видели, все видели, землетрясение, ангела, и ангела говорящего, и женщин, которые, которым этот ангел говорил, что не бойтесь, знаю, что вы ищете его, он живой, идите, ученикам говорите, вот, они проговорили, и Иисус, Иисус встретился на их пути, и потом первосвященники и священники, они совещались, они узнали, они узнали это, видимо, недалеко от этого также место было, они узнали, что он живой, но у них зависть, у них недовольство, как бывает, когда мы с Богом, когда кому-то зависть, кому-то недовольство, какой-то тут святой, какой-то тут особенный, какой-то вот тут, что ты из себя строишь, кому-то не нравится, конечно, это дьяволу не нравится, и злым людям не нравится, но Господу это нравится, что мы в его руках, и вот эти воины, которые все видели, эти старожащие, им так понравились эти деньги, они не испугались, землетрясения испугались, ангела испугались, голоса испугались, а когда предложили деньги, тогда они согласились взять эти деньги, все нормально, все хорошо, и так бывает в жизни, в жизни верующих людей, в жизни, братьев и сестер, когда из-за денег теряет Иисуса Христа, из-за денег, потому что надо побольше поработать, побольше лизингов, побольше кредитов, побольше всего, для Иисуса некогда, 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 нет времени, и потом надо искать его, но слава Богу, если еще можно его найти, или какой-то любимый грех, потому что Бог говорит, как можно отличить детей дьявола и детей детей Божьих, ясно, дети дьявола грешит, а дети Божьи не грешит, если даже они согрешили, им это не нравится, посмотрите на овечку и посмотрите на свинью, свинье очень нравится, она так искусно валяется в этой грязи, она не выходит оттуда, а овечка сразу оттряхает свою эту шерсть, быстрее, почище, наверное, каждый побыл в этой коже, в этой шкуре, когда в грехах валялись и находились в этой грязи, глубоко в этой болоте, и когда это нравилось, а когда мы стали овечками, нам это не нравится, мы быстро оттряхаем, и вот потому мы называемся дети Божьи, слава Господу, нам нету свойственно желания оправдывать свой грех, сказать, все нормально, все хорошо, привыкаем к этому, ничего другие тоже так делают, мы не другие, мы совершенно другие сосуды Божии, Бог нас проверяет по внутренности, что там происходит внутренности, по виду мы все хорошие, все гладкие, все приятные, все удивительные, а что внутри посуды, я вспоминаю, когда я была маленькая, и мне надо было посуду мыть, знаете, как я мыла, я мыла с той стороны, где видно было, а с той стороны, где не видно было, почему-то мне было тяжело, я как маленькая, не знаю, 5 лет или сколько, я не мыла, и представляете, что хуже, когда тебе изнутри там грязно, грязно, и ты эту грязь принимаешь, или когда все чисто, чтобы Господь нам дал это желание очищать внутренность, для нас самое важнее это очищать внутренность, что там творится, там у нас целая жизнь, там храм у нас, там Дух Святой, там Иисус живет, там Бог живет внутри нас, Он не может вместе с бесами жить, Он дьявола сбросил на землю, Он не может вместе, нету, наш храм, наше тело, оно для Бога, для Иисуса Христа, не для бесов, не для греха, слава Иисусу, слава Господу, и вот не будем терять Иисуса, и вот так деньги могут увлечь кого угодно, видеть чудеса, чудес может быть много, но из-за этого, что эти воины все это видели, как уже говорила, еще раз повторяю, чтобы мы увидели, что Мария, она пришла туда, она плакала, и землетрясение появилось, и ангел Господень, который заговорил, который заговорил с Мария, говорит, знаю, что вы ищете Иисуса, знаю, ангелы знает, наши ангелы, она знает, кого мы ищем, кого мы ищем в своей жизни, он знает, что мы ищем Иисуса Христа, и дай Господь, чтобы мы не потеряли, не теряли Иисуса Христа, ни из-за чего, когда эти чудеса, когда эти все, все, что у нашей жизни происходит, чтобы мы не лгали себя, чтобы мы утвердились в этом слове, слава Иисусу, евреям, 11-24, верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он зирал на воздаяние, верою оставил он, оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд, верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их, верою перешли они Черное море, как по суше, на что покусившись египтяне потонули, верою пали стены ерихонские, но по семидневном обхождении, вот Ветхий Завет, вот Моисей, он отказался быть сыном фараона, он почел лучше иметь страдания Христова, он видел Христа в Ветхом Завете, в Ветхом Завете, услышите, нельзя отделить и сказать, там Христа нету, он есть от самого начала, Иисусом все сотворено, и он почел лучше, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, это временное, сколько мы здесь живем на этой земле, и Моисей не хотел иметь временное греховное наслаждение, и 26 стих, и поношение Христова почел большим для себя богатством, раз Моисей не был знаком с Иисусом, он был знаком с Иисусом, вот здесь эти слова, эти места, они подтверждают, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели эгипетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние, и нам надо взирать на воздаяние, когда происходят какие-то испытания, когда кто-то уходит из этой жизни, когда еще какие-то страдания, нам надо смотреть на воздаяние от Господа, Господь принесет награду нашей жизни, Господь есть тот, который не забывает нас, Он видит, когда мы страдаем с Ним, когда кто-то смеется, когда кто-то издевается, когда кто-то не верит, без веры Богу угодить нельзя, чтобы церковь состоялась, вера нужна, чтобы изменения были, вера нужна, чтобы родственники спаслись, вера нужна, без веры невозможно, без веры в Иисуса Христа ничего невозможно, только с верой, нам нужна вера, везде нам нужна вера, но сказано, что и бесы веруют и трепещат, и они веруют и трепещат, но нам еще нужны дела, дела, когда есть дела, вера и дела, значит, наш дух живой, мы живые, мы живые, когда, когда есть вера и дела, когда этого нету, приятно смотреть, вот, евангелисты, каждая воскресенье, каждая суббота, выходит, выходит, разговаривает с людьми, беседует, благовествует, прославляет Богом, ну, прекрасно, смотришь на семинары, приходят, молодые люди, наши, наши прекрасные, которые возлюбили Бога, так просто, невозможно, никого не загнать, не сказать, все, все, которые участвуют в каком-то добром деле, кого-то посещает, кому-то помогает, устрояет дом Божий, без, без награждения какого-то человеческого, без, без человеческих награждений, без человеческих подарков, просто служит и знает, что воздаяние от Бога грядет, как Моисей смотрел на это воздаяние невидимое, так и мы смотрим на это воздаяние невидимое, слава Господу, велик Господь и достохвален. Исход 12.11 Как в Ветхом Завете ели ягненка. Исход 12.11 Ешьте его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, оба ваши на ногах ваших и посоки ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешности, это Пасха Господня, что мы должны не только в Ветхом Завете быть всегда готовы к благовествованию, быть готовы, чтобы наши чресла были припоясаны, чтобы мы не говорили я не готова, я не готова, я не могу, но чтоб всегда мы были готовы, сказали, готов, сделаешь, дать от Бога, чтобы Господь сдавал какое-то задание. Я вспоминаю, как раньше, когда в ячейку ходила, я уже заранее думала, как я могу послужить, как, чтобы быть готова, чтобы быть готова, и когда наша Валентина Михайловна давала какое-то задание, я радовалась, хотя обстоятельства, они говорили, это невозможно, это невозможно, дети, дети маленькие, муж на работе, как, на какую-то евангелизацию, куда там поедешь, какой, екопился или еще куда, но внутри была эта готовность, да, хочу, Бог, тебя послужить, хочу тебя, хочу принести твою жизнь и плод, и Бог устроял, Он устроял, когда мы готовы, когда у нас нету готового ответа, нет, я не могу, нет, я не буду, нет, не время, нет, не мое, нет, я не могу, а Господь говорит, ты можешь, ты можешь, ты можешь, когда кто-то стеснительный, я была очень стеснительная, ради Господа, я стала смелая, слава Господу, и каждый из вас стал смелым, слава Господу, ради Господа, благодарность Господа, и слава Господу, за Иисуса Христа, Он Пасха наша, заклонный за нас, Он Тот, Который дает нам будущность, Который дает нам вечность, Который дает нам и приведет нас Царство Небесное, во-первых, это Царство уже у нас живет внутри, а когда мы придем туда, мы явно увидим и встретимся с Иисусом Христом, и можем встать и помолиться и поблагодарить Господа, чтобы, видя все эти чудеса, чтобы мы не потеряли Иисуса, Господь, мы благодарим Тебя, что, видя все эти чудеса, которые Ты сделал в нашей жизни, мы не хотим Тебя потерять, мы не хотим потерять с Тебя, Иисус, мы не хотим потерять ни из-за каких-то скандалов, или споров, или денег, или непослушания, мы не желаем, Господь, Иисус, потерять с Тебя, мы благодарим Господь за эту Пасху, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас искупил, за то, что Ты вытерпел все эти страдания, что Ты вытерпел, что Ты не открывал своих уст, и даже когда Ты плакал, при плаче, при боли, Ты увидел рядом страдающего, дай, Господь, нам увидеть, когда мы сами страдаем, когда нам больно, чтобы кого-то еще мы увидели и помогли, как Иисус, который простил этому грешнику, этому разбойнику, несмотря, что ему было больно, что ему было скорбно, что ему было ужасно, что он был покалечен, но он увидел этого разбойника и простил. Помоги нам, Господь, не быть эгоистами, только мне, я, мне, как мне лучше, как мне как мне легче, но чтобы мы увидели и остались на кресте. Мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты не сошел со Христа, ведь издевались над Тобою и говорили, если Ты Сын Божий, слезай со Христа, но Ты остался, и помоги нам, Господь, когда нам надо оставаться на кресте, чтобы мы остались на этом кресте, чтобы мы не сошли с этого креста, чтобы спасались наши родственники во имя Господа Иисуса. Не венчает начало, венчает конец, помоги нам, Господь, встретиться с Тобой в достойном состоянии. Мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим за кровь Твою святую, за страдания, спасибо, Господь, спасибо, что мы можем воздать Тебе, Господь, что мы можем воздать, Господь, проверь наши сердца, недалеко ли они от Иисуса, или уже далеко, из-за денег, из-за карьеры, из-за погонов, из-за еще славу какую-то, пусть, Господь, мы будем близко с Тобой, Иисус, близко с Тобой, помоги нам, Господь, помоги, Господь, мы благодарим за этот состоявшийся праздник, мы благодарим Тебя, Иисус, если бы не Ты, Иисус, не было бы этого праздника, не было бы нас здесь, не было бы нас в вечности, но сейчас мы на этом празднике, спасибо, Иисус, и мы на празднике вечности будем, спасибо, Господь, без веры Тебя угодить невозможно, мы верим Тебе, Господь, что мы будем с Тобою, мы благодарим Господь, воздаем Тебе славу, хвалу с каждым человеком, который находится здесь, слава Тебя, хвала Тебя, сила Тебя, держава Тебя, богатство Тебя, деньги Тебе, Господь, мы посвящаем все, что у нас есть, Господь, помоги, чтобы мы могли это использовать для славы Твоей, чтобы мы не оставались в плотском состоянии во имя Иисуса Христа, но были в духовном состоянии, мы благодарим Тебя, Господь, и благодарим за возможность посеять Твое Царство, посеять, Господь, в Церкви Божией, посеять для Твоих планов, для служения Твоего, мы благодарим Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь, благодарим, Господь.